Мы сегодня продолжаем вместе с вами, дорогие братья и сестры, наше изучение о пророчестве Гога и Магога, о войне, которая, в соответствии с моей точкой зрения, это следующее событие, которое должно произойти. Мы сейчас находимся в книге Иезекииля 38 главе, и мы поговорим о том, как начнется вот эта вот война. Что говорит нам Слово Божие? В 4 стихе, Иезекииль 38 глава, 4 стих, здесь сказано так. И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя, всю войско твою, кони и всадников, всех полном вооружении, большое полчище, в бронях, со щитами, всех вооруженных мечом. Бог говорит здесь о том, что Он выведет, то есть Он возьмет вот этого Гога, который приходит с севера, это из России современной, и Он говорит, что «Я вложу удила в челюсти твои». Это были подобно кольцам, которые вставляли в щеки пленникам, когда проводили им через щеки вот это вот кольцо и присоединяли это к цепям. И таким образом ввели их в плен, и они шли один за другим. Это подобно тому, как быку вкладывают вот это кольцо в нос и ведут его один за другим. И Бог говорит, что «Я вытяну тебя», то есть «Я заставлю тебя выйти». С моей точки зрения, с моего понимания, что-то произойдет, какое-то событие. Возможно, это в Сирии, возможно, это будет сбитый российский самолет. Мы знаем, что российские самолеты, они действуют в небе над Сирией, там же действуют наши самолеты. И всегда была очень небольшая чувствительность и опасность в этом вопросе, чтобы не произошла такая ситуация, когда наши самолеты сбили бы российские самолеты, и они сбивают потом наши самолеты. У них также есть ракеты против самолетов. И поэтому премьер-министр Израиля, он летал в Москву несколько раз встречаться с Путиным, вместе с представителями армии, для того, чтобы все вот это вот обозначить. И мы знаем также, что был случай, когда сирийцы, они сбили российский самолет, и нас обвинили во всем этом происшедшем, и было очень сильное напряжение. И также был сбит российский самолет турками, и тоже это привело к большому напряжению между Турцией и Россией. Но там не было интересов начинать войну, и поэтому в конце концов все устроилось. Но, возможно, будет какая-то ситуация, я не знаю точно что, что это будет подобно снежному кому, который начинает катиться маленьким, но по мере того, как он катится, он набирает ускорение, увеличивается, и так происходит война, которая называется Гок и Магог. В 10 стихе мы видим, это Иезекииль 38 глава 10 стих, что несмотря на все это, на то, что Бог его вытягивает, вместе с этим у него есть злые мысли, у вот этого вот представителя власти. Так говорит Господь Бог, в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие. В чем же вот эта вот мысль? Скажешь, поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, и у них нет ни запоров, ни дверей, и так далее. С одной стороны, Бог, он идет его вытянуть, с другой стороны, у него есть определенные планы, желания произвести грабеж, набрать добычи. То есть он идет в сторону вот этой вот страны, которая развита, это земля Израиля, и он хочет прийти туда. Итак, у него есть вот эти вот злые мысли, и с этими мыслями это показывает нам о том, что есть что-то скрытое, есть какие-то козни, потому что с одной стороны, вроде бы выставляется друзьями, но с другой стороны, за кулисами есть определенные планы. Обратите внимание на описание наших городов, это 11 стих, это скажешь, поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, и нет у них запоров и дверей. Это показывает наше время, когда сегодня города, они без стен, они без дверей, они без запоров. Почему Господь делает это? И это Он открывает нам. Мы продолжаем сейчас с 14 стиха, Иезекииль 38 глава. Поэтому из реки пророчества, сын человеческий, скажи Гогу, так говорит Господь Бог. Не так ли в тот день, когда народ мой, Израиль, будет жить безопасно, ты узнаешь это? И пойдешь с места твоего от пределов севера ты и многие народы с тобой, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное. И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет последние дни, и я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобой, Гог, явлю святость мою перед глазами их. И так они приходят вместе с вот этой вот мощью армии. Здесь описано, что это подобная туча. И сегодня есть вот эти вот самолеты. Я могу себе представить, когда сотни самолетов, они взлетают и летят в нашу сторону. Но здесь говорится о большой силе, почему Бог это делает, почему Он приводит их сюда. И Он говорит, что для того, чтобы народы узнали, когда я над тобой явлю святость мою. И потом мы увидим, что Бог, Он уничтожает Гога здесь, на горах Израиля. И это будет победа. Да, мы будем воевать, но Бог будет воевать за нас. И я могу здесь еще добавить о том, что написано в Захарии, 12 главе. Но победа будет настолько великая, что будет понятно, что мы пережили великое чудо. Я вспоминаю шестидневную войну, которая является чудом. Это чудо. Также еще одно чудо, которое очень потрясло весь мир. Это операция Интеби, когда за 3000 километров летели самолеты израильской армии, чтобы освободить захваченных заложников. Но в этот раз говорится о чуде, которое по своим размерам мир еще не видел. Гог и Магог будет уничтожен на горах Израиля, как мы будем говорить в продолжении. Итак, все это должно произойти. Мы читаем, что это произойдет в последнее время. Мы говорили про последнее время, последние годы. Это все связано с нашим периодом. Период, когда мы живем. И еще одна вещь, на которую надо обратить внимание, это то, что пророчество, которое было дано из прошлого. В 17 стихе я читаю, Иезекииль 38 глава, «Так говорит Господь Бог, не ты ли тот самый, о котором я говорил в древние дни через рабов моих пророков израилевых, которые пророчествовали и в те времена, что я приведу тебя на них?» И ответ – да. Иезекииль, он пророчествовал за 2500 лет, и все это должно произойти вскоре, в наше время. И Слово Божие, оно является актуальным, пророчество является истинным. И те, кто до сих пор еще это не понимает, они увидят вот эту войну, которая происходит, и, возможно, тогда те, которые слушают сегодня и скептически к этому относятся, и не верят, возможно, тогда действительно уверуют, что Слово Божие, оно верно, оно актуально, что можно надеяться на него, на 100% полагаться, есть Бог на небесах, Бог реальный, существующий, Он открыл это пророкам. Не было никакой возможности у пророков, у Иезекииля, у других дать вот эти пророчества от своих знаний, своей интеллигенции, только то, что Бог дал. Я остановлюсь здесь, и мы продолжим, по милости Божией, завтра. Пусть Господь благословит вас на этот день. Продолжение следует...